Девушки отдыхают И с любовью к буквам Здравствуйте, с вами Наталья Николенкова, обычный читатель газет Она любит свою семью и свою работу Она чувствует себя буратино, а сама похожа скорее на белоснежку Поклонники не дают ей прохода еще со времен работы на радио А интернет-тролли завистливо оживились в комментариях к ее интервью в Политсибру Лицо наших новостей Евгения Даровская о работе и о поклонниках Да это, наверное, уже не работа, а образ жизни И когда попадаешь в эту огромную машину телевидения Наверное, без нее уже потом жить очень сложно Вот, чем нравится? Тем, что не скучно Бывает всяко, бывает грустно, бывает устаешь Бывает, но не скучно однозначно Потому что постоянно смена карт Ну какая еще профессия позволит нам быть и, не знаю, на приеме у губернатора И в этот же день побывать в поле И где-то там посмотреть футбольный матч, все что угодно То есть ты присутствуешь во всех сферах этой жизни, и это, безусловно, очень интересно Есть, ну, культурные, интеллигентные Есть люди, которые, и мне это, кстати, приятно Время от времени звонят одни и те же Я их не знаю лично, но, допустим, поступают звонки Звонит очень приятный мужской голос Я понимаю, что это мужчина, наверное, в годах И с определенным уже таким жизненным и театральным, я думаю, опытом Потому что он все время звонит и говорит примерно раз в месяц Вот вы знаете, Женечка, я смотрел ваш эфир Вы, значит, сделали там вот это все, вот это, вот это хорошо Но вот здесь ударение было не про И вот здесь очень приятно, да, что люди слушают, слышат и какие-то вещи поправляют Вот, и он такой, знаешь, прямо участник вообще всех этих наших событий Время от времени звонит, мне приятно, когда именно такие люди звонят Женечку еще раз с недавно прошедшим юбилеем Юлю Годар с наступающим днем рождения В ожидании субботы аргументы и факты напоминают, что каждую субботу в 11 часов От привокзальной площади будет отправляться экскурсионный автобус Чтобы познакомить желающих барнаульцев и гостей города с прошлым и настоящим краевой столицы Проект «Знакомый-незнакомец» запущен отделом по развитию туризма администрации Барнаула Совместно с одной местной туркомпанией, имеющей свою школу гидов Участники экскурсии узнают об истории возникновения города Познакомятся с историческим центром Барнаула горнозаводского периода Узнают главные улицы купеческого Барнаула И периоды советской застройки с ее сталинским ампиром В маршрут входит посещение современного туристического центра музея «Горная аптека» Хочется обратить ваше внимание на интервью, которое дал аргументам и фактам Иван Заводовский, руководитель одной из команд, организатор и участник многих игр «Что, где, когда» Интеллектуальные игры – часть неофициальной студенческой жизни, говорит Заводовский Очевидно, что современная молодежь благодаря новым электронным технологиям Усваивает и обрабатывает информацию с большей скоростью Клиповое сознание расширяет мозг, плотность информации увеличилась Возможно, эрудиция вскоре станет одним из новых увлечений молодежи Не забывайте эрудиты, что 14 июля – день взятия Бастилии И пусть он не пройдет впустую Увидимся в среду, счастливенько, целую